Здесь мы делаем йогу, здесь тоже йогу, а здесь не нет. И плюсом творожок. Несколько лет назад оборудование кухни заменили полностью. Стерильность стопроцентная, только котлы и трубы к ним проведены. Процесс приготовления проходит без контакта с человеком. Наш кисломолочный продукт уникален по Вологодской области, потому что добавляется комплекс витаминов и минералов. Один стаканчик кефира обеспечивает 30% суточной нормы витаминов малыша. Но вкус и польза это всего лишь на 2000 едоков. Мощности кухни нам больше не хватает. Но ведь малышей до трех лет в Вологде почти что 9 тысяч. Обращались за молочной продукцией, нам отказали в связи с новым указом. Она в садик ходит, но мы в садик практически не ходим, все на больничном сидим. Изначально нам заведующая разрешила получать на девочку молочную продукцию, а когда вышло подобное постановление, нам не дали. По свежепринятому решению городом о направлении в молочную кухню врач выдаст только 8-месячному малышу, не младше. Да и возраст не главный показатель. Разрешено выписывать рецептики только детям, находящимся на грудном скармлере. Много, много приходится отказывать, да, много. Поэтому жалобы, может быть, они и есть, и будут. Шквал жалоб сегодня обрушился на городские власти. А что вы хотели, чиновники жалобщикам говорят. Бесплатный кефир из молочной кухни – мера социальной поддержки, не более того. Те, кто на искусственном скармливании, эту поддержку получают. Бесплатные смеси положены искусственникам всем. Смеси намного качественнее по составу, чем продукты молочной кухни. Но когда идёт требование выписки и адаптированных молочных смесей, и продуктов молочной кухни, получается перекорм белковый. И впредь направления врачи будут выдавать только по спецпоказаниям. Это может быть нехватка грудного молока и малый вес ребёнка, заболевания, связанные с непереносимостью молочного белка. В планах развития этого предприятия 2012 год, выпуск продуктов с коротким хроком хранения, вот этих же самых, в свободную продажу, они будут реализовываться. Мы ещё продумаем, как. Эти продукты имеют более дешёвую стоимость по сравнению с магазинными товарами. То есть в среднем проводили мониторинг цены. Аналогичный продукт, на сегодняшний день где-то в магазинной сети, стоит порядка 20-22 рублей. Мы можем отпускать его по 16 рублей. Такой ход властей снимет напряжённость. Ведь в большинстве случаев Негриф бесплатно вызывает родительский ажиотаж. Уникальность продукта – причина дефицита. Срок годности у йогурта 5 суток, у кефира трое и у творожка и вовсе 36 часов. И в этом уникальность продукта. Здесь нет никаких искусственных консервантов. Впрочем, нет их и в подобной продукции, которая продаётся в магазине. Но зато там есть крахмал-загуститель. И врачи напоминают кефир из молочной кухни. Какие бы витамины в него ни добавляли, в рационе ребёнка совсем не основной продукт. Он лишь дополнение к рациону. Юлия Махова, Василий Попурин. Новости Вологды.